Девятнадцатая по счету встреча оказалась не похожа ни на одну из предыдущих. Учредители, а это христиане 207 дня, на этот раз сделали акцент на христианских песнях. Вообще, конечно, я считаю, что это хорошее мероприятие, потому что они приводят людей к Богу, прежде всего. В рамках собрания читателей газеты «Сокрытое сокровище» фестиваль «Радужная миля» проходит уже в четвертый раз. Прошу, виноватый, ты прости меня, Господь, Боже святый. Особенностью мероприятия стало выступление профессиональных исполнителей, музыкантов, как говорится, со стажем. Практически не зная друг друга, они за одну репетицию перед концертом подготовили песню в совместном исполнении. В перерывах между песнями исполнители свидетельствовали о своей измененной Богом жизни. Концерт стал не только целевым, но и социальным. Я когда осознал и понял, что Бог умер за меня лично, за то, что я жил и грешил, и Бог умирал за это, и в моем осознании это когда все появилось, я понял, что действительно без Бога жить, да, без Бога жить – это, можно сказать, не жизнь. Я считаю, что мы, христиане, должны чаще проводить такие концерты, потому что в нашем городе очень много молодежи, которая увлекается музыкой. И здорово, когда они могут использовать свои таланты именно на прославление Бога. Призвание христианина – светить миру. Зрители уверены, такие концерты нужны городу, особенно молодежи. Не всегда это получается достучаться до человека. Человек говорит, да, мол, это не так страшно, я ни убил, ни украл. Но, тем не менее, это все страшно. Везде есть правила, и Господь дал законы, правила жизни, нарушая которые мы идем в погибли. Человек обязан их соблюдать. Я сам обязан их соблюдать. Девятнадцатая встреча всего лишь очередная. Остается надеяться, что вдохновения слушателям хватит до следующей, двадцатой встречи. Я видел, что сегодня пришли люди неверующие. Немного, конечно, но пришли. Слава Богу, что все начинается с малого. Поэтому, я думаю, что этот концерт принесет плода. Но если не этот, то следующий. Будем надеяться.